Привет, друзья! Сегодня вспоминаем любимые пирожные советских времен. Печенье-орешки. Они готовились из песочного теста и наполнялись вареным сгущенным молоком. Такое угощение не только покупали, но и готовили своими руками. Грибочки в корзинке. Корзинки из песочного теста, прослойки джема, белкового крема и украшения. Чаще всего украшали пирожные грибочками со шляпками из теста. Хрустящие трубочки с кремом. Сначала слизывали крем, а затем наслаждались вкусом слоеной трубочки, которая буквально таяла во рту. Кондитеры четко следовали инструкции и стандартам, поэтому кремом была заполнена вся трубочка. Эклер. Самым популярным пирожным у людей советского времени, является именно эклер, внутри которого был сливочный или заварной крем. Причем он тоже заполнял все внутренние полости. Безе. В любой столовой Советского Союза непременно было представлено пирожное безе, которое состояло из двух половинок. Оскрепляли их слоем джема или крема. Воздушные кусочки просто таяли во рту, оставляя после себя сладкие воспоминания. Персики. Для приготовления пирожного брали два печенья, которые соединяли между собой при помощи слоя джема. После этого его подкрашивали натуральными красителями и обваливали в сахаре. Сладкая картошка. Вкус этого пирожного нельзя сравнить ни с чем. Что самое интересное, его готовили из остатков коржей для торта после обрезки, сухого печенья и так далее. Они измельчались и смешивались со сливочным маслом или кремом. После этого лепилась картошка, которую обваливали в какао. Все так просто, но как же вкусно. Мокрое бисквитное пирожное. Бисквит был влажным, благодаря пропитке. А сверху был слой масляного крема с розовыми цветочками и зелеными листками. Кольцо. Пирожное имело форму кольца и готовили его из песочного теста, а сверху посыпали измельченным арахисом. Буше. Пирожное буше сложно забыть, ведь оно было очень нежным и вкусным. Для его приготовления использовали два бисквитных коржа круглой формы, между которыми находилась фруктовая начинка. Сверху пирожное глазировали мармеладом из абрикоса, шоколадом и присыпали орешками. Лимонный десерт. Для его приготовления использовали лимон, дающий пирожному приятную кислинку. Крем для него окрашивали, чтобы получить приятный желтоватый оттенок. Птичье молоко. Пирожное птичье молоко состоит из воздушного бисквита, нежнейшего суфле и тонкого слоя шоколадной глазури. Наполеон. Наполеон продавался в кондитерских и в кафетерии, по 22 копейки за штучку. Но также готовился хозяйками на кухне. Это был равносторонний треугольник, состоящий из нескольких коржей, пропитанных вкуснейшим и очень жирным кремом. Ну вот и все, ребята. Это был небольшой экскурс в мир пирожного СССР. Всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok